Ваше внимание главный тренер футбольного клуба «Анкара» из города Перм Гаджиев. Гаджи Муслинович, пожалуйста, поделитесь вашими первыми впечатлениями о прошедшей игре. Счет 4-0. Кажется, что такой легкий матч для «Анкара», но на самом деле нет. Он стал уже таким относительно несложным после того, как «Факел» всей командой побежал вперед, и зоны оголились. Мы, естественно, этой ситуацией хорошо воспользовались, наверное, потому что у нас все-таки чуть более квалифицированные исполнители. Вот. Так все. Вопросы будут. Пожалуйста, вопрос. Галина Васильевич, последние матчи позволяют говорить о том, что «Анкар» уже не так легко играть, как «Анкара»? Ну, сам «Анкар» конечно к сезону по целому ряду причин не был готов. Там разные организационные и прочие дела. Вот. Но все-таки и с армейцами, и с «Зенитом» я бы не сказал, что у нас были игры такие, ну, хоть мы и проиграли их, но проиграли кому, да? Да. И причем там практически моментов не было у наших ворот ни в той игре, ни в другой игре. Исполнители у них хорошие воспользовались там двумя-тремя такими ситуациями, острыми около наших ворот. Вот. Вот. Я думаю, что эти игры, хоть мы их и проиграли, но замечания были, конечно, как всегда, к «Анкару», но я бы не сказал, что их провела команда так плохо, да? Вот. То есть таких игр можно набрать чуть побольше. А старт завалили, да. Ну, а сказать второе, сказать, что у нас уже все проблемы решены, и что мы сейчас вот такие сильные, грозные, конечно же, нельзя. Есть, остаются проблемы. И сегодня тоже вот факел в некоторых ситуациях игровых эти проблемы наши обнажал. Вот. И в обороне, и в атаке. Вот. Мы часто теряли мячи в таких моментах, когда воронежцы начинали действовать быстро, интенсивно шли в отбор. Вот. Мы тогда слишком много мячей потеряли, которых не должны были терять. Вот. То есть проблемы остаются, но... Мы стараемся их решать. Вот. Футболисты... Так. Профессионально выполняют свои обязанности. Вот. Поэтому надеемся, что эти трудности преодолеем. Сейчас, наверное, амбициозная задача вы можете ставить в Кубке. Вот ясно уже, что многие команды премьер-лиги вылетели. Бен Спартак, в принципе, не в оптимальном состоянии. Можете там, оказывается, замахнуться на совсем большие задачи в Кубке? Нет. Ну, мы должны исходить из конкретной игры, да. Мы не должны говорить о том, что вот там, допустим, мы ехали в Воронеж, и понятно, что команда чуть менее квалифицированная, да, чем наша. Но Локомотив зато более квалифицированная команда, чем Амкар, да. Но мы же у них выиграли. Поэтому говорить о том, что там остались команды... Вот сейчас крылья выиграли у Локомотива тоже, да. Поэтому говорить о том, что мы на что-то там замахиваться будем, конечно же, нет. Но и говорить о том, что мы там... Будем играть каким-то резервом или каким-то там... Или подход будет какой-то такой не... Ну, как бы двойной, двойные стандарты. Там в чемпионате, там, допустим, сильнейшим составом, а в Кубке резервным нет, конечно. Мы будем стараться играть каждую кубковую игру, вот, и посмотрим, что из этого выйдет. А кто там остался в этой сетке, которая с нашей стороны, я даже не знаю, честно говоря. Вот. Пожалуйста, еще вопрос. Гаджи Марсинович, победа. Во-первых, во-вторых, спасибо, что привезли основной состав, то есть показали настоящий футбол. И вопрос, как вам, как специалисту, ну, ведущему, одному из ведущих в российском футболе, физическое состояние факела? Мне кажется, оно неплохое. Мне кажется, оно неплохое. Я могу сказать, что у нас сейчас вот на данный момент хорошее физическое состояние. Я не могу сказать, что там отличное прям какое-то. Вот. У нас хорошее физическое состояние. И мне кажется, что и динамика была такая, она не ползучая такая была игра. И там, ну, может быть, отдельные игроки какие-то факели не выдерживали. Это мне сложно судить. Я так, в основном, за своими следил. Но то, что вот футболисты в белых майках, они так до конца передвигались, мне кажется, неплохое физическое состояние. Судить, конечно, по одной игре нельзя. Почему? Потому что здесь же эмоциональный фактор очень большой. Все-таки приехала команда с премьер-лиги. Вот. И каждый из игроков факела хотел себя проявить. Вот. Поэтому мотивация высокая. А в этой ситуации порой можно ошибиться в оценке физического состояния. Ну, впечатление хотелось бы поздравить команду «Амкар» с победой, с выходом в следующий круг. И там, скажем, круг России. Хотели мы порадовать своих болельщиков. Или, кому, к сожалению, тот счет, который зафиксирован на табло после окончания игры. С моей точки зрения, наверное, не совсем он соответствует вот такому счету, который есть 4-0. 4-0. Старались ребята. Ну, а объективно нужно смотреть на вещи. И я прекрасно это понимаю, что у команды премьер-лиги есть команда премьер-лиги. Выше класс, выше организация во всех отношениях. Исполнительское мастерство. Плюс мы, скажем так, наделали столько ошибок. Мы пропустили практически 3 мяча со стандартных положений. У людей есть определенное задание. Есть зона ответственности. Есть зоны ответственности. Есть персональное задание при игре при стандартах. Аут, угловой, все. Два мяча получаем и третий тоже со стандарта. Атаки, которые были уже в конце, там все. Ну, скажем так, они на статистических курсах шли. И все. Элементарная ситуация опять. Стандарт. У ближнего мяч попадает. И организуем атаку в наши ворота. От штатного соперника получаем атаку в наши ворота. Ну, это класс. Это опыт. Опыт, который у нас многие ребята не имеют этого опыта. Ребят, которые многие, наверное, ну, с моей точки зрения, многие немножко, скажем, психологически не смогли, наверное, себя настроить на эту игру. Почему? Потому что, ну, многие из них просто, этих ребят, которые играли сегодня против них, я имею в виду команду Амкара, они по телевизору только видели, да, и где-то здесь. И это сказалось все в соокупности. Так что они не хотели, я не могу сказать, хотели, стремились. Но есть объективный показатель. Это уровень мастерства. Там намного выше команды Амкара. Владимир Ильич, мы остановим, к лучшему, что так получилось. Нет мороки, нет головных болей на следующий этап кубка. То есть, вот теперь можно полностью думать только о личном чемпионате. Вы правы, если брать с турнирной точки зрения. Но мы, откровенно говоря, это даже в пилове не держали. Потому что я настраивал ребят, и они хотели сыграть лучше того счета, который получился. Да, с этой точки зрения, что если бы мы проходили в следующий этап кубка, то уплотнялся до предела. И так сложный наш календарь, да. Ну, хотели мы и болельщиков своих порадовать. Ну, так получилось, как получилось. За что я приношу извинения нашим болельщикам. Ну, не хотели ребята. Костели, стремились все. Но, опять повторяю, есть активные моменты все. Это уровень мастерства и класс игроков. Командные действия все вместе. Там тысяч строжицы в этом вороне не позволили быстрые волны. Мы и планировали строго сыграть. Если брать, допустим, команду «Амкар», понятно, что они приехали играть первым номером. Хотя, если анализировать игру их в премьер-лиге, они больше играют более закрытый футбол. И мы планировали это, чтобы закрыться и уповать только на быстрые атаки. Ну, быстрый гол, естественно, что быстрый гол. В элементарнейшей ситуации убрасывается «Ау». Вскрывается зона, где должен защитник закрыть эту зону. От лицевой линии прострел. Опять практически с площади ворот забивается мясо. Конечно, сразу седьмая минута, все, и уже другая картина. Второй там. Пытались перестроиться. Все, но получилось то, что получилось. Бежали уже, оголяя тылы, и мы получили один мяч в быстрой атаке. Ну, там Рязанцев, когда забивал, по-моему, четвертый мяч, да? Четвертый. Прокофьев. То есть Прокофьев. Третий Рязанцев. Ну, там пробил здорово. А так, стандарты. Стандарты. Мы проиграли в элементарных ситуациях. Стандарты, где требуется концентрация, предельная концентрация. И отвечаешь ты за зону, либо за игрока, который работает в этой зоне. Все получили задание. Но, к великому сожалению, некоторые игроки не выполнили это задание. Это роль Яла навезут от матча. Значит, сегодня команда играла под схемой 4-4-2. То есть, ну, понятно было, что как бы на встречный курс игра пойдет. А почему бы не выставить такой авторус, как с Денисеем, когда сели номинальных? Ну, понимаете, очень мило. У нас... Авантюрная такая схема была. Ну, как... Это все чисто условно. Авантюрная все. Мы, если вы обратили внимание, мы до этого две игры играли по этой же схеме. И она принесла результат, да, победа над ротором, ничейный результат в Краснодаре. Все. И с учетом того, что, ну, вы знаете, что происходило, сколько новых игроков пришло. И тут уже речь идет о том, чтобы, ну, отрабатывать, совершенствовать эту схему, раз она приносит результат, да. Все, надеялись на это. Но это не значит, что мы с открытым забралом бежали все атаковать. Это уже в конце игры пошла такая игра на встречных курсах, да. А так строго было дано задание, что мы откатываемся при потере мяча к центру поля. Три линии обороны. Все перекрываем, чтобы не прошла здесь... Сужают наши четыре защитника. Перекрывают центральную зону. Полузащитники создают плотность здесь, чтобы не прошла центральная зона с фланговой проникающей передачи. Но, к сожалению, стандарты нас подвели немножко. Пермь, Сергеевич, после второго гола не сделали замечание играть в том, что все-таки как-то от тактики нужно помнить. Все-таки 0-2. Ну, я пытался с брокки подсказывать это все. Я им сказал сейчас после игры в раздевалке, что нужно выполнять свои функциональные обязанности. И авантюры не должно быть. А в некоторых моментах это попахивало, скажем так, мимо авантюрой. Еще вопрос. Павла Чайча, по Алхар двойкурилову заявку не попадает? Что с ними? Не попадают, они травмируют. Так же, как и Лукьянов травмируют. Так же, как и Чкапеллия травмируют. Только по этой причине. Субтитры разогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok